Вот этот городок называется Пуанторенос. Ему худо-бедно будет 500 лет. Через год он с 1519 года существует 14 тысяч населения. Вот мы сейчас пойдем туда и погуляем. Мы движемся по пирсу, почти пришли к берегу. И вот хочу сказать, что и водичка мутная, и пляж, в смысле песочек, какого-то, я бы сказал, черного почти цвета, то там пляж еще и завален какими-то деревянными предметами в больших количествах. И здесь, друзья, тоже у людей есть елочка. Ну, какая вот, ну, как могли, да? Какая прибрежная торговля в шалашах, таких в палатках довольно непрочного вида. Надо сказать, что здесь действительно недорого все, особенно вот из натуральных камней. Просто по сравнению с американскими ценами, какой-то смехотворно низкие цены, в Коста-Рике, впервые в Латинской Америке начали делать кофе, производить на экспорт. И вот кофе, это как бы такой национальный продукт. Вот такой, надо сказать, что повторяющийся репертуар. У меня такое ощущение, что вот, знаете, как на Арбате. Вроде много платочков, а так торгуют одним и тем же. Вот вы видите торговую палатку, в которой никто не торгует. Вот такой несложный дизайн. Из перламутра изделия. Они так подробно рассказывают, как делают, из чего делают. Ну, что, друзья, кокосовых орехов не видали? Вот так, друзья, выглядят улочки. Город Капуэн-Торенос. Надо сказать, что водители здесь прекрасно обходятся без светофоров. Они так подъезжают перекрестку, никто никуда не гонит. Светлана говорит, тут смотреть особо не на что. Я говорю, конечно, но хочется показать, насколько бывает не на что смотреть. Вот такой бар, как бы отделан плиточкой, красиво. Вот, а рядом уже не так красиво. Я бы сказал, даже совсем, совсем не симпатично. Это в квартале от порта, от того места, где причаливают круизные суда. Вот, друзья, в каких странах воробьи, голуби, в крайнем случае чайки, знаете, а тут вот, пожалуйста, пеликаны. Ну, что, друзья, усталые, но довольные туристы возвращаются домой на наш кораблик, который и прохладный, и, в общем-то, и кушать тут не страшно. И, в общем-то, жить можно. Ну, и, конечно, друзья, вернувшись с экскурсии, что мы пообедали и отправились вот в красивое место. Видите, тут девочки сидят, в карты играют. Вот, а я запускаю свой компьютер, сейчас сделаю вот видео о нашей экскурсии и вам подгружу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!